И есть, например, такой персонаж, величайший персонаж всей северогерманской мифологии. Кстати, недавно читал книгу Толкина, где он обобщил вот эти все мифы. Очень интересная книжка. Значит, это Зигфрид. Или там Сигурд, Кокфрид, и там много у него имен. Зигфрид. У Зигфрида тоже же нет какой-то цельной истории. По Старшей Эдде мы знаем о нем совершенно одну информацию, по песням Старшей Эдды. Если мы читаем сагу о Вельсунгах, буквально сага о Вельсунгах – это набор нескольких историй того, ну как мог бы что-то там делать Зигфрид. Там буквально есть один вариант его происхождения, второй вариант происхождения и третий вариант его происхождения. И вот только потом, в более поздней эпохи, все это связали. Так вот, а не является ли своего рода Сунь-Ук-Кун подобным персонажем, как Зигфрид или Геракл? Ведь истории, которые мы встречаем на протяжении повествования «Путешествия на Запад», они ведь действительно фокусируются в основном вокруг Сунь-Ук-Куна. И в том числе мы точно так же, как о Геракле или о Зигфреде, ничего конкретного не можем сказать о границах его физических возможностей. Буквально, если вспомнишь, когда он… И в том числе, кстати, о многих магических предметах, которыми он пользуется в том числе, совершенно разная информация в разных участках текста. Когда он, значит, прибывает к царю драконов восточного или западного, может, не помню, в общем, ограбить его хотел, чтобы получить посох. Этот посох – это же была какая-то огромная железная махина подъемная. И когда он его поднял и начал крутить, там же буквально сбаламутился весь океан. Вот настолько это была тяжелая штука. А потом в какой-то сцене, я не помню уже, в каком моменте это было, он гонится за каким-то демоном. Этот демон, в общем, как-то его обманывает, набрасывает шкуру на камень, или что-то вроде этого. Сунь-Укун бьет этим посохом по камню, и посох отскакивает от камня. То есть, казалось бы, один и тот же посох вроде должен быть, но в одном случае он способен сбаламутить море или небеса, в другом случае он не способен разбить даже камень. В чем причина? И тоже такой момент о самом Сунь-Укуне. Там в определенный момент он, когда съел эти плоды бессмертия, съел пилюль, в общем, обожрал буквально всех богов, в Китае. И потом же его поместили, ну, когда стали его пытать, молнии, по-моему, в него ударили, и он стал неуязвимым. Но потом же по тексту много раз встречается, что вот кто-то побил, кто-то его ранил и так далее. Это же часто встречается. Так вот, причина, я думаю, в том, что это изначально никогда не было цельной историей. Это были, как в случае с мифами о Геракле, отдельные какие-то мифы именно о царе-обезьян, о Суню-Куне, о том, как он совершил вот этот подвиг, вот этот подвиг и вот этот подвиг. А потом в 16 веке, по-моему, или в 17-м, в 17-м, да, 1600 какой-то год, это, собственно, было записано в виде книги. И мне кажется, вот этот монах, он был добавлен туда только для того, чтобы связать всю эту историю воедино. потому что он не играет никакой роли в сюжете по-своему, кроме мучителя Суню-Куна. Да, да. Вот. И эта роль становится очень странной. Он не просто же мучает, он его усмиряет. Да, ведь идея в том, что Суню-Кун, он несколько, даже сам и не управляем. Не то, что не управляем, сам и не управляем. Причем, заметь, заметь, там во многих историях Суню-Кун часто говорит, ну, типа, вот это вот демон, он хочет тебя обмануть. А этот монах говорит, ты что, это же старуха, ах ты негодяй, и там этот его обручем наказывает. А в итоге-то Суню-Кун оказывается прав в большинстве случаев, и именно Суню-Кун его всегда спасает, так или иначе. Вот. И вот это вот как раз интересная очень тема. Смотри, значит, он контролирует своего спасителя. Я имею в виду монах буддийский, контролирует своего спасителя. При этом сам монах, как ты верно выразился, ну, вернее, как ты правильно, так сказать, мысль донес, сам монах, в общем-то, ну, не то, что даже ничего из себя не представляет, это, я бы даже сказал, какое-то бессистемное, безвольное существо, которое само даже, по-моему, не понимает, зачем оно там движется из пункта, он понимает, конечно, но, так сказать, до нас это не доносится, да, в отличие от мотивации Суню-Куна, с которой мы четко, совершенно всегда знакомы, да, мы хорошо понимаем, что он хочет и к чему стремится, пусть даже он идет какими-то странными, казалось бы, для нас диковатыми методами пользуется, но, тем не менее, вот, а вот этот вот монах, если ему отводится такая странная роль постоянного контроля Суню-Куна, при этом, насколько я помню, он не контролирует, этот монах не контролирует других своих спутников, да, вот. По-моему, нет, он их контролирует, но немножко иным образом, когда Гуань-Инь отправилась из Индии в Китай, она же встретила вот, там, этого Чжу-Бадзе и Шасена, да, если правильно помню, и она же наложила на них что-то вроде проклятия, что, если они встретят вот этого монаха, они обязаны будут ему служить. Ну, да, 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 то есть, там такой через третье лицо контроль, да, так скажем. Да. Да, совершенно верно, совершенно верно. Вот, все-таки, в чем же тогда смысл этого эпоса, ведь, когда мы его читаем, в сущности, нам может даже стать скучно, согласись. Мы, в общем-то, имеем дело почти всегда с одними и теми же сценами. Развивается, это знаешь, как вот греческая, вот существует греческая комедия, греческая драма, больше в сущности ничем не существует. Да, и все остальные, все сценарии, которые мы могли бы себе представить, да, они фактически, вот, либо драма, а, еще трагедия, либо драма, либо трагедия, либо комедия, да, либо их какое-то, какое-то сочетание. Вот, а здесь, да, и мы здесь тоже наблюдаем элементы всех этих трех вещей, но в сущности сценарий каждой сцены почти один и тот же. Есть задача, с ней чаще всего справляется, справляется с унилукон, иногда посредством чего-то или кого-то, взаимодействуя опять с чем-то и с кем-то. Мы всегда сомневаемся, прав ли он, потом оказывается, что он в итоге-то прав, так или иначе, ну и вот он, счастливый конец. Вот, и в сущности это как бы достаточно скучно, потому что уже предсказуемо становится там, ну, на первых там пятидесяти, может быть, страницах, ну не знаю, на сотне страниц. В чем же смысл тогда этого эпоса все-таки? Как ты думаешь? Так вот, я хочу подвести к мысли, что смысл самого эпоса это далеко не тот смысл, который пытается вложить в него автор 17 века. потому что сами, как я уже говорил, скорее всего, истории о Сунюкуне существовали сами по себе. И если мы посмотрим, кстати, очень интересна его связь с этим монахом, я только сейчас об этом задумываю, сейчас я скажу, это очень интересно, параллель. Если эти истории существовали как-то отдельно, их же никто не рассказывал никогда в таком количестве. Кстати, вообще здесь очень важно понимать, наверное, образ мышления людей того времени. Это сейчас мы такие избалованные, нам подавай какой-то необычный сюжет, чтобы там вот какой-то обязательно неожиданный сюжетный поворот и так далее. А людям условного средневековья и там дали античности в глубь времён, у них было немножко иное восприятие всего этого. Они понимали, на самом деле, сейчас немножко опять же отвлекусь в сторону северогерманской мифологии, чем заканчиваются все северогерманские там саги, песни и так далее. Смертью главного героя. Все прекрасно понимали, что каким бы ты ни был замечательным героем, в итоге ты всё равно умрёшь и ничего ты с этим сделать не можешь. Конец, финал истории всем был совершенно очевиден. и поэтому на какие-то сюжетные повороты даже никто и не рассчитывал, как мне кажется. Гораздо больше людей интересовали именно сами подвиги. Вот как там Геракл раздвинул материки, это ж круто, как Зигфрид хитростью победил Фафнира, убил его, пронзив сердце граммом. И мы видим то же самое в путешествии на Запад. В каждой из этих отдельных историй мы видим вот эту классическую завязку, классическую ситуацию в середине, где Сунюкун оказывается прав, классическая развязка, где Сунюкун всех спасает, совершает какой-то подвиг. Ну и финал, что они там, да, Сунюкун извини, ты был прав, мы едем дальше. Это же как раз то самое, что мы видим. Скорее всего, когда эти истории находились по отдельности, их так и рассказывали. Вот собирались, не знаю, я не знаю просто насколько китайские крестьяне в этом плане были грамотными, владели ли они мифологией, так как этим владели люди на севере, на севере Европы. Но что-то мне подсказывает, что это были отдельные истории, их именно так и рассказывали, что вот, а знаете, вот как-то Сунюкун оказался там, где-то там на юго-западе Индии, вот он путешествовал. Слушай, и вот тогда возникает вопрос. Значит, некто записывает потом все эти истории, собирает в единый сборник, и мы наблюдаем вот то самое отсутствие логики и последовательности, на которой ты уже указал, когда, например, посох Сунюкуна способен там океанов сбаламутить, но при этом легко отлетает от камня, например, да, и когда у Геракла, например, то же самое, такая же история, то, значит, он не может справиться со львом, да, вот с этим вот, о котором ты говорил, то оказывается, что он может раздвигать континенты. Вот это вот вся история, почему тогда возникает такое нарушение логики, и если в случае с Гераклом, ладно, не совсем понятно действительно такое ощущение, что он все время в разных вселенных как бы присутствует, да, таких, вот, то Сунюкун, он присутствует не в разных вселенных, его все время демонстрируют в одной и той же вселенной, в одних и тех же условиях, но при этом мы наблюдаем нарушение вот этой логики, почему здесь вот так произошло, а здесь вот противоположность. Продолжение следует...